В ноябре 1990 года был задержан самый страшный убийца СССР Андрей Чикатило. Его имя известно всему миру, оно вызывает страх и прочно связано с десятками чудовищных убийств. По сей день о нем снимают фильмы и сериалы, а его фанатичные последователи соревнуются в количестве жертв. Но почему Чикатило ловили целых 13 лет, при этом даже осуждали невиновных и потратили на поиски целых 10 миллионов советских рублей? И как же все-таки удалось выйти на след этого маньяка? Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокол. Сейчас мы все расскажем. Будущий убийца родился в октябре 1936 на Украине, в Харьковской области. Якобы у мальчика была врожденная гидроцефалия, болезнь мозга, из-за которой возникают головные боли, и портится зрение. Кроме этого, Чикатило будто бы избивала мать за то, что у него было недержание мочи. Когда началась Великое Отечественное, отец мальчика ушел на фронт. В это время село, в котором Андрей остался с матерью, захватили немцы. Будто бы тогда Чикатило стал свидетелем жестоких расстрелов. Стреляли и по убегающим детям. По легенде, тогда Андрей поскользнулся и ударился о камень головой, а очнулся лежащим в яме среди мертвых тел. За время войны мать Андрея родила девочку, якобы после изнасилования. По слухам, отцом ребенка был немецкий солдат. В 1933 году моего старшего брата Степана съели во время голода. Люди еды, съели, схватили люди, голодные, отчаявшись, его съели. И мать меня все время предупреждала, не выходи из отвората. Говорит, Степан, сели, тебя сидят. Но никаких доказательств того, что у Чикатило был брат, не существует. Вероятно, детей попросту пугали, чтобы они не выходили на улицу. Будущий маньяк рассказывал, что когда ему было 14 лет, его пыталась изнасиловать соседка. Этот стресс он запомнит надолго. А уже в армии Чикатило все-таки изнасилуют. Но уже сослуживцы. Но все же, когда Андрей вернулся после дембеля в родное село, девушки находили его привлекательным. Но в самый последний момент у Чикатило ничего не выходило. Я рассказала, говорит, да, уже мы планировали, но, говорит, он негодный как мужчина. И все, по всей деревне разъяснили, что он негодный инвалид. И все это самое. Ну, с позора-то я из деревни убежал. Лишь будущей жене Андрея удалось с ним совладать. В браке у них не было страсти. Но они все же сумели завести двоих детей. Для нее он был верным, спокойным и работящим мужем. Якобы он даже не мог разделывать курицу. Потому что ее было жалко. Но в какой момент он начал превращаться в настоящее чудовище? Впервые девиации у Чикатило стали проявляться во время его работы в школе-интернате. Он подсаживался к школьницам для того, чтобы объяснить им сложные темы. А в это время поглаживал и обнимал их. С одной он даже заперся в классе. Но после того, как Андрей Романович отвел учеников купаться, его карьера педагога стремительно закончилась. Тогда одна из девочек якобы далеко заплыла. Чикатило заметил отбившегося от группы подростка, подплыл к ней и начал неприлично хватать. Девочка сильно испугалась и стала вырываться. В этот момент маньяк испытал возбуждение. Конечно же, Андрея Романовича заставили написать заявление. Как только о случае стало известно. Уже скоро Чикатило забрал семью в город-шахты Ростовской области, где он нашел новую работу – снабженца. На ней нужно было часто ездить в командировки. Это даст маньяку возможность убивать людей в разных регионах СССР, что усложнит его поиск. В декабре 78-го с шахты облетела информация о пропаже второклассницы Елены Закотновой. Через два дня ее найдут изнасилованной и задушенной в реке Грушевка. Следователи быстро задержали некоего Александра Кравченко. Подозреваемый прежде уже был осужден за изнасилование, поэтому подозрение и пало на него. Чикатило также тогда подозревали в этом убийстве, но доказать причастность не смогли, не было весомых улик. При этом Кравченко был расстрелян, а дело об убийстве Елены Закотновой позже подняло дискуссию о необходимости смертной казни. Именно это убийство стало первым в серии кровавых расправ над несовершеннолетними и женщинами легкого поведения. Тогда СМИ молчали. В СССР просто не могли рассказать, что в стране орудует жестокий маньяк. Поэтому многие девушки даже не подозревали, какая опасность им может угрожать. Маньяк искал своих жертв на остановках или вокзалах. После этого он предлагал показать дорогу или посмотреть кино на видеомагнитофоне в частном доме. Доверчивые жертвы добровольно шли на мучительную гибель. Чикатило убивал девушек неподалеку от троп, где часто ходили люди. По его словам, его будто бы охраняли духи. Сам он слышал проходящих людей, а те его нет. Следователи считали, что убивать с такой жестокостью должен психически больной человек. Начались задержания душевнобольных. Местные прозвали действия милиции «делом дураков». Тогда удалось задержать несколько умалишенных, которые признались в убийствах. Но волну преступлений это не остановило. Все эти задержания и несправедливые приговоры только отдаляли следствие от главной цели – поимки настоящего маньяка Чикатило. Кроме этого, милиции мешало отсутствие веских улик. Лишь однажды маньяк вызвал подозрения у правоохранителей. Те заметили странного человека, который приставал к девушкам возле автовокзала, неподалеку от парка. А немного понаблюдав за ним, удалось выяснить, что он часто меняет транспорт, ночует на вокзале, а кроме того, имеет связи с девушками легкого поведения. Казалось бы, все сошлось, и нужно брать потенциального убийцу. Наутро Чикатило действительно был задержан. В его чемодане были обнаружены нож, веревка и вазелин. Но не тут-то было. Андрей Романович объяснил, что веревкой он завязывает коробки, ножом режет хлеб, а вазелином пользуются после бритья. У маньяка взяли кровь, но специалисты ошибочно полагали, что она должна быть четвертой группы. У Чикатило была вторая. Маньяк был отпущен, а убийства возобновились. Серьезные скотизверга начали лишь, когда число жертв перевалило за 40. На его поиски выделили 10 миллионов советских рублей. В небо запустили вертолеты, а в поисках на земле милиции помогали дружинники. Среди них был и сам Чикатило, который помогал искать себя, чтобы уйти от подозрений. А заодно и понять масштабы розыска. За время, пока шла операция, были раскрыты больше тысячи преступлений. Но маньяка поймать все-таки не удавалось. За 1986 год не произошло ни одного похожего по почерку убийства. Но уже через год за пределами Ростовской области начали появляться новые жертвы. Тогда следователям было известно, что преступник должен передвигаться на электричках, автобусах и поездах. В вагонах и на станциях дежурили в штатском симпатичные сотрудницы милиции. Но им было неизвестно, что такой типаж не привлекает Чикатило. Его интересовали несовершеннолетние мальчики и девочки. И легкодоступные бродяжки. В попытке выяснить психологический портрет убийцы, оперативники обратились к психиатру Александру Бухановскому. Он описал маньяка как спокойного и рассудительного семьянина, гетеросексуала и импотента. Он объяснил свои выводы тем, что маньяк использовал в качестве полового органа клинок, а интимные части тел жертв собирал как трофеи. В ноябре 90-го произошло последнее убийство, после которого Чикатило, как и прежде, отправился на платформу, чтобы уехать. Обычно ему удавалось затеряться среди других людей, но не в этот раз. Плащ с прилипшими листьями и чемодан выдавали в нем совсем не заядлого грибника. Милиционер тем временем попросил маньяка предъявить паспорт. Уже через 10 дней за ним установили слежку. Тогда удалось обнаружить, что Чикатило постоянно пытается познакомиться с мальчиками и девочками. А после одного из неудачных случаев он едва не бросился под колеса автомобиля. 20 ноября убийца пораньше ушел с работы, чтобы сходить в травмпункт из-за больного пальца. Его ему прокусил 16-летний парень. Когда Чикатило узнал о том, что у него перелом, он в расстроенных чувствах отправился в магазин за пивом, который ему налили в трехлитровую банку. На выходе из магазина его и взяла милиция. Сначала преступник все отрицал и не разговаривал со следователями. Прямых доказательств вины у милиции все еще не было. Тогда на помощь правоохранителям вновь пришел психиатр Александр Бухановский. За три часа беседы он вытащил из Чикатило чистосердечное признание, написанное им от руки в тетради. Благополучный опрятный с виду мужчина признался в 50 убийствах, но их точное число неизвестно и сейчас. О муках на том свете и о встрече со своими жертвами, вы об этом когда-нибудь задумывались? Нет, я не задумывался. Все это я считаю, что все это меня не касается как-то. Все это прошло мимо моего сознания, описать эти мои все муки, я все круги ада уже прошел, я уже был на том свете не раз. Пока Чикатило судили, он и всячески строил из себя умалишенного. Кривлялся, притворялся больным и снимал перед всеми штаны. Ты когда-то любому его знаешь? Присутствующие в зале родственники жертв пытались нанести жестокому убийце урон. Бросали в него предметы, орали и даже хотели прорваться к клетке, чтобы своими руками уничтожить маньяка. Учитывая чудовищное злодеяние, что он творил, субъектная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает. Исключите это первое наказание и приговорите его в смертной казни. 13 февраля после вынесения приговора Чикатило сказали, что его повезут на обследование. На самом деле маньяк отправился на казнь. За годы, прошедшие после казни Чикатило, у него появились чудовищные последователи. В Москве и Ангарске Иркутской области жестокими убийствами промышляли Александр Пичушкин и Михаил Попков. Самые страшные убийцы после Чикатило. Пичушкин пытался совершить число убийств по количеству клеток на шахматной доске. Из 64 сегодня удалось доказать лишь 49. Михаил Попков и вовсе превзошел Чикатило минимум в два раза. Оба маньяка находятся на пожизненном заключении. Личность Чикатило до сих пор вызывает споры. Некоторые считают, что он был психически больным и его нужно было лечить. Другие же считают, что смертная казнь для таких чудовищ недостаточно жестокое наказание. А как думаете вы, как нужно наказывать маньяков? Что могло бы помочь поймать Чикатило быстрее? Ставьте лайк и подписывайтесь и жмите колокол. Ждите новых захватывающих историй только на Теории всего. Субтитры создавал DimaTorzok